Всем привет! Добро пожаловать на эфир! С вами Хана Зельцер. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто был с нами в пятницу на отделение халы. Было, правда, очень здорово. И халы, кстати, получились очень вкусными. Наверное, это благодаря молитвам за весь народ Израиля, благодаря вам. Спасибо всем большое, кто присоединился. Надеюсь, что эти ключи действительно были ключами к богатству и принесут нам всем изобилие, здоровье, радость. Классно быть вместе с вами, вместе с Ваикра. И мы сегодня немножко поучимся, мы немножко узнаем про новый месяц, который у нас заступает Безрат Ашем в пятницу и субботу, которые будут. Месяц Ниссан подходит у нас с вами к концу. И мы его, я надеюсь, максимально-максимально успешно для себя взяли. Полезные качества, которые были в нем, все, что нам нужно было. Если нет, так есть еще время, потому что практически еще пять дней, неделя. Плюс-минус. И наступает месяц Ияр. Я пока остановлюсь, подожду, пока все подключатся. Всем привет, рада быть в эфире. Всем привет. Всем привет. Надеюсь, у всех все хорошо. Хорошей нам всем недели. Так вот, сегодня мы с вами разговариваем про месяц Ияр. Такой себе еврейский месяц, который практически ничего не означает. Но единственное, что он переводится как второй месяц. То есть, если Ниссан у нас первый месяц, то Ияр следом за ним это второй месяц. Второй его еще называют месяцем свечения, месяцем таким освещения. Освещение, потому что именно в месяц Ияр начинает ярче светить солнце. Оно такое более благосклонное. Оно еще не такое жаркое и горячее, как летом. Но оно довольно-таки приятное. Не знаю, например, вот у нас в Израиле оно такое приятное. И, если я не ошибаюсь, как я была в Украине, в Украине тоже уже начинается теплеть. Всем привет. Я вижу, все подключаются. Всем нам благословений. Всем привет. Так вот, это второй месяц после Ниссана. И это месяц свечения, когда... Это месяц свечения, да, когда солнце более благосклонно. Еще этот месяц называют месяцем здоровья. Месяц, который излечивает от болезней. Почему? Потому что сказано, что именно в месяц Ияр начал выпадать ман еврейскому народу, который находился в пустыне. Именно в месяц Ияр написано. В Ияре начал выпадать ман, названный хлебом сильным, ибо он не вызывал никаких болезней. И именно поэтому с тех пор Ияр сохранил вот это вот свойство свое излечивать болезни. И поэтому это как намек такой месяца содержится в своем названии первыми буквами слов. На иврите это пишется АЛЕФ, ЮД, ЮД, ВЕРЕЙШ и ЯР. И он переводится как Я, Господь, излечивающий тебя. Поэтому я когда вот это вот прочла, я такая, вау, так наверняка от вируса, значит, все уже более-менее будут излечиваться. Дай Бог, чтобы этот месяц Ияр, который, да, наступает, был действительно месяцем излечения. И мы в этом убедились воочию, да, мы в этом убедились. Я еще прочла такую интересную вещь, что почему Всевышний раньше творил чудеса великие, делал просто огромные-огромные-огромные вещи, а сейчас он не делает нам такие великие чудеса. Почему? Есть здесь несколько мнений. Во-первых, потому что мы не нуждаемся в великих чудесах. Вот так вот, не нуждаемся. И во-вторых, что мы сами можем творить чудеса. Ведь знаете, как рассказывают, вот у нас там, мы к шабату не успевали, и у нас там не хватало денег, и тут кто-то пришел, помог. Или вот действительно, я там поехала, помолилась, и мне да. То есть есть какие-то такие маленькие чудеса, которые, да, с нами происходят, но в основном это все дело наших рук. То есть Всевышний, да, делает чудеса в этом мире, но посредством нас. Теперь, по поводу месяца Яр, если заглянуть в ту же пустыню, когда мы находились там, и Всевышний нам посылал ман, сказано, что ман, он был вкуса, очень много вкусов было у мана, и каждый кушал то, что он любил. Только единственное сказано, что не было вкуса чеснока, если я не ошибаюсь, огурца, в общем, были несколько вкусов, которые не были, потому что их нельзя, потому что их нельзя многие роженицам и беременными, именно поэтому Ашем позаботился об этом и не давал этого вкуса ману. Итак, но при том, что ман был, он выпадал каждому по его требованиям, да, по требованиям, и у каждого все было достаточно, все равно начал роптать еврейский народ на Всевышнего, и все равно он был недоволен, и он говорил, а мясо, а это, а почему так мало? И все равно, когда Всевышний говорил, что в шаббат я буду посылать двойную порцию, еврейский народ не верил, и все равно брал себе побольше, 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 да, и начал роптать. И это то, что, да, скажем, не то, что злило Всевышнего, да, но это ему было неприятно, потому что Всевышний старался, да, он нам давал, и мы начали роптать. То есть, что мы учим наперед, что в месяце и яр нам нужно меньше роптать, больше принимать все, что происходит с радостью, да, обращать внимание на то хорошее, что нам дает Всевышний, то, что он нам дает очень-очень много. Вот особенно, мне кажется, в момент карантина мы все убедились, что таки, да, Всевышний дает много хорошего нам, и все, что происходит, это только по воле Всевышнего. И вот это, наверное, самое главное качество, благодарить Всевышнего не только за то хорошее с нашей стороны, что нам кажется, да, что нам посылает Всевышний, но также благодарить Всевышнего и за испытание, которое он нам посылает, да. Это трудно вот так вот легко говорить, но поверьте, поверьте, мы все проходим через испытания, нам всем бывает трудно, нам всем бывает горько, нам всем бывает не, мы не находимся на таком прям вау уровне, когда нас радость, да, переполняет. Но, как я учила, радость это не чувство, это навык, которому мы должны учиться. Радость это то, с чем легче жить по жизнью, да, когда мы стараемся, да, нам больно, да, нам тяжело, но мы стараемся увидеть что-то хорошее в этом, да, мы стараемся что-то, что-то лучшее для себя взять. И это такой большой-большой навык. Вот, так вот, теперь. И последнее, что я хотела рассказать, нас уже здесь как раз много, я хотела рассказать вам историю, которую я... Ой, я хотела рассказать историю, которую я прочла в этот шаббат. И я ее прочла, и, конечно, я ее прочла со слезами, я не знаю, смогу ли я передать так свои эмоции, смогу ли я сейчас не заплакать. Ну, это такая потрясающая история, это было во времена, когда, если я не ошибаюсь, их называли кантонисты, 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 это те люди, которые в военное время, в довоенное время, да, при царской России, они забирали маленьких юрейских детей из семей, из школ, из синагог, они отнимали у родителей маленьких детей, которым было где-то лет по 13, а иногда и по 8 лет. Забирали их, отправляли их в русскую семью, где эти дети воспитывались в русской семье, и, достигнув определенного возраста, их брали в русскую армию. Понятно, что это все... Это мой сын с вами здоровается. Понятно, что это все, да, вот это вот, отобрать ребенка у еврейской семьи, отдать в русскую, это все делалось с целью, чтобы ребенок забыл свое еврейство. Вот, и это произошло в одной семье, его звали, автор это Янкеле, Яша, Яков, его звали, в общем, Янкеле. Так вот, его звали Янкеле, и когда ему было... Ну, я буду сейчас рассказывать от имени автора, скорее, да, все-таки... Да, тут Мэндал кричит всем шалом, в общем. И когда ему было вот лет 13, он рассказывает о своем детстве, как он рос, как была девочка Рейзел, которая очень ему нравилась. И, кстати, еврейские семьи, они старались рано женить своих детей, для того, чтобы их не могли забрать в армию, забрать в русскую семью. Они говорили, ну, у нас они женаты, все, что вы можете сделать, да? Но это не всегда, конечно, помогало, как в случае с Янкеле. Да, ему нравилась вот эта девочка Рейзел, и он там... И он там описывает какие-то свои чувства к ней, и их родители, да, планировали их поженить между собой. И они, да, торопились с этим, но не успели, потому что ворвались в дом вот эти вот кантонисты, и отобрали Янкела, и он рассказывает, как он рос в обычной, в какой-то деревне, где его везли где-то... А, был обязательным для всех. Так вот, и вот этот мальчик, он там очень тяжело в тексте, он описывает, как его неделю везли в эту русскую семью, как к нему там обращались, как заставляли кушать свитки. И что он, да, первое время, он со слезами там пишет, что, да, первое время у меня получалось отказываться, да? Но сколько ребенок может отказываться от еды, и сколько ребенок может страдать, да? И все равно в какой-то момент он, да, кушал все, что ему давали. Но он рассказывает, что когда он... Он рассказывает, что когда он находился один на один с собой, то он старался говорить сам с собой на идыше, старался говорить пару молитв, чтобы не забыть. Вот, и потом, когда он достиг определенного возраста, он уехал в эту армию, и там ему тоже было очень трудно. И он рассказывает, как он там встретил какого-то тоже еврея, случайно оказалось. И тот ему дал такой маленький молитвенник, потому что он уже заканчивал службу. Вот, и что он ходил, прятал этот молитвенник, и надеялся, как он вернется домой, и как это все будет. И однажды, когда он был на страже, он охранял какую-то базу, то он зажег какие-то свечи. Это было время Хануки, и он подумал, как было бы классно, если бы он был с Рейзел, и был бы дома, и уже очень много лет прошло, да? И он вот это вот все время, сколько там, 15 лет он жил вот этими вот детскими-детскими фантазиями. И в какой-то момент он решает, что он с этой базы сбежит, что он отрастит бороду, что он, в общем, затеряется, его никто не найдет. И он такие, да, сбежал. Он сбежал, и он добирался, и он говорит, что он ездил под вагоном и держался, было очень холодно. Потом он выходил на каких-то станциях и просил у людей что-то покушать. В общем, было ему тяжело, и когда он все-таки добрался до своего города, он решил не шокировать родителей, а, ну, все-таки как-то потихоньку это делать, вот. И это уже прошло тогда недели три. Вот, сначала он остановился где-то в другом конце города, и там он готовился к встрече с родными, и он уже, у него за это время щетина выросла. И вот трудно было узнать, там, его забрали девятилетним ребенком, вот. А сейчас он приехал, ему уже где-то 25, да, то есть это уже все, мужчина. И он тоже рассказывается, как он взял себе как-то еще что-то сделал, чтобы его не так узнали. Все равно он переживал и постучался в дом, и он увидел своих родителей, как они уже пожилые. И он так аккуратно, вот, помогите, вот я солдат, я потерялся. И, в общем, типа, он просился остаться, и эта семья, она, да, да, садись. И мама начала плакать, и такая, наш сын тоже где-то там, его тоже забрали в детстве. Наверное, он сейчас где-то служит, он, наверное, самый лучший в своем отряде. И эта мама, она, ну, так, рассказывает на эмоциях, а папа говорит, тише, что ты, мы все должны принимать от Всевышнего с радостью. И даже испытания, что ты благодаришь только за хорошее в твоих глазах, да, нет, за все мы благодарим Всевышнего. Не слушайте, ну, там видно, что идет борьба между мамиными чувствами, да, и мышлением рациональным. И он спросил, а где, а у вас есть дети? И они такие, да, у нас есть, они уже женились, но есть сын, которого отобрали, как они сидят, рассказывают это. И вдруг этот мальчик такой, я есть ваш сын, и там все плачут. И он такой, а где Рейзел? И родители говорят, ну, Рейзел, она очень долго ходила с устами, ходила со словом Янкелы на устах. Она отказывалась от всех шидухов, которые ей предлагали. И потом она заболела, и с именем вот этим на устах и умерла. Вот, и, в общем, он так и не встретился со своей любимой, вот, и он жил у своей семьи, да, все равно под прикрытием. Он не сказал, что я их сын, он сказал, что я какой-то родственник, вдовец, моя жена умерла. И очень многие ему предлагали все равно там жену, а он отказывался, и так они, в общем, и жили. Это был конец истории. Вот, такая вот страшная история. Она нас учит за то, что да, нужно за все быть благодарными Всевышними. И посмотрите, как раньше, вот, когда здесь пишут, это не только, каждая еврейская семья должна была дать мальчика 12 лет на 25 лет службу при Николае Первом. Как нам сейчас с вами везет? Мы с вами можем не бояться, не стыдиться своего еврейства, да, наслаждаться. У нас нет сложности соблюдать кашрут, у нас нет сложности соблюдать шаббат, у нас нет сложности учить Тору вот здесь, да. И за сколько вещей просто люди раньше даже мечтать не могли. У нас нет с вами сложности отдать ребенка на 25 лет службы в русскую армию, слава Богу, да. Мы свободные люди, мы настолько вот погрязли, да, в каких-то мыслях, я не знаю в чем. Нам нужно распутываться за это и благодарить за каждый день нашей жизни. Посмотрите, какая свобода, посмотрите, как мы живем. И за все это нужно благодарить и не забывать. Так вот, наш месяц Яр, это месяц излечения, дай Бог, чтобы это был, будет месяц для всех нас, месяцем здоровья, месяцем открытия, месяцем новых решений, хороших для себя, месяцем, где мы раскроем все свои таланты в новых гранях. Месяц, месяц много благословений, чтобы мы получали. Вот. Спасибо всем большое за эфир, я очень рада быть с вами, очень рада быть с Ваикра. Надеюсь, было полезно и интересно. Всем спасибо большое. Пока-пока.